Здравствуйте, мои любимые зрители! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и пришло время поговорить о будущем этого канала. Но параллельно я, конечно же, буду играть в Циву. Сразу показываю, какие у меня настройки. На божестве поиграю. Решил опять попробовать этот мод на искусственный интеллект. Посмотрим, может сейчас посложнее будет. Решил этот, AI++, а не Real Strategy. Ну да ладно. Все моды не меняют механики, чисто на интерфейс, и что посложнее возможно было. Решил сыграть Клеопатрой, там ищу камеру, там я обычно была, переставил сюда. Решил сыграть Клеопатрой, потому что и видео мало за Египет, и я её назвал одной из самых слабых в рейтинге цивилизаций. Кстати, рейтинг цивилизаций, посмотрите, про Египет тоже. Божество, как обычно, Пангею. Поставил 16 цивилизаций вместе со мной. Давайте ещё варварские кланы и монополии корпорации. Поставил только, когда вы монополии корпорации ставите, не забудьте себе мод поставить, который эту фигню правит. Ну, а случайные технологии институту я вообще не рекомендую против Компа ставить, он просто теряется, очень хреново развивается. Да, ну и вот сид карты, если вы хотите на такой же карте сыграть не буду, сейв выкладывать, ну просто потому что мне сейчас придёт тогда моды отключать, вы без модов не сможете его загрузить. Вот лучше сид карты, может у вас там другие цивилизации будут, неважно. Сейчас, единственное, давайте я буду условие, что всё-таки не объявлять войну, потому что как-то странно компьютер действует при объявлении войны. А я обязан первые 10 цивилизаций обвинять сразу. Вроде вот с этим модом AI+, они более агрессивные, скорее объявят войну. Ну, посмотрим. То есть это, имейте в виду, что это не начало сериала, хотя кто его знает. Ну, в любом случае, вот сейчас я выкладываю игру за Монголию, ФФА-сериал, а когда он закончится, может быть, и это как-нибудь продолжу. Я просто хочу на фоне партии, на фоне того, что я буду играть, ещё и с вами поговорить. Ну, давайте подождём загрузки карты. Ну, в данном случае очевидно, что средиземноморская невеста у меня очень долго не будет работать, потому что, а, ну да, я должен обвинять и ни в коем случае не торговать. Хотя, наверное, караваны, я не знаю, давайте, наверное, даёмся и караваны, я не имею права посылать, если я обвинил. Первым 10 цивилизациям не могу караваны посылать и вообще как-либо с ними взаимодействовать, кроме вот обвинений. Торговать я смогу только с другими, которые позже этих 10 я встречу. Так что у нас только Итеру будет работать, что на 15% быстрее всё. Но дело в том, что Египет обычно в таком говне появляется. Если вы посмотрите рейтинг цивилизации, то увидите мой рейтинг цивилизации, и вы увидите, как у меня там сгенерировалось появление. Я просто надеюсь, что и сейчас какое-нибудь такое фиговое. Ну, в принципе, фиговое, ребята. Это фиговое. Ну, так вот, возвращаясь к нашим баранам, ребят, я напоминаю, что идёт спецоперация, которую даже бравые российские вояки не могут своим именем назвать, то есть войной, а местами даже уже геноцидом украинцев. Ну, и в связи с этим мир, в общем-то, санкции ввёл против России, которые её отрезают... Ой, извините, уехал куда-то. Отрезают её от всего честного народа. Да, вот это моя рожа на четверть экрана будет в течение всего этого видео, так что если вас она уже раздражает, то лучше, наверное, выключить. Отрезал Россию от всего мира, и получается во многом и вас от меня. Блин, вот реально говно просто. Просто говнина какая-то. Ну, я не знаю. Я, конечно, могу ниже спуститься, но я тогда... То есть, вот всё-таки, чем хороша шестёрка по сравнению с пятёркой? В пятёрке тут было бы 100% надо было куда-нибудь идти. А в шестёрке, в принципе, не так сильно мы зависим от стартового места столицы. Мы зависим от общего места. То есть, если так вокруг... Тут я смотрю, и вообще так не очень-то будет. Но я думаю, что мне, наверное, столько и надо уходить. Если жалко, что я прям рядом с горой буду. Тем не менее... А, подожди, это холм. Не, ребят, это холм. Тогда я бы спустился, на самом деле, вот сюда. То есть, не хочется холм занимать в данном случае. Раз, два, три. Ну, блин, влезем, я думаю, где-нибудь. Тут вот будет раз, два, три, куда-нибудь сюда город. Так что влезем. Нормально. Нормально. Работать можно сразу с разведчиков. Еда, производство. Так вот, в связи с санкциями, наложенными на Россию, у нас получается, что YouTube в начале марта отрубил всю рекламу для русскоязычных. Я почему для русскоязычных? Для жителей России, для русскоязычных. Знаете, как эти биолаборатории в Украине нашли, которые чисто на русских ориентированы. Так и здесь уже я придумываю, что YouTube чисто русскоязычным определяет. Слышит, как мы говорим, и отключает рекламу. Нет, для жителей России, у жителей России реклама на YouTube просто не показывается. Это в начале марта произошло, а чуть позже и перестала работать спонсорка. То есть, те спонсоры, которые у меня были из России, они не могли... Ух ты, аншан. Слушайте, аншан, как и крутой город. Шедевр и реликвия. Наука так сразу. Причем я первый его нашел. В общем-то, неплохо. Блин, я вот, наверное, зря... Ну, с другой стороны, я бы аншан не встретил, но я вот иду вверх, а там точно никого не будет. Конечно, надо соседей встречать, чтобы быстрее заселиться. Конечно, производства нет вообще. Будет очень тяжелый старт, на самом деле. Но перед этим я еще выпустил видео «Нет войне», специально, чтобы отсеять всех тех, кто поддерживает эту войну с Украиной. чтобы быть честными друг с дружкой. Я считаю, что это та ситуация, в которой нельзя отмалчиваться, нельзя изображать, что ничего происходит. И чтобы мы все понимали, кто... Кто за какую из сторон здесь выступает? Ну, я вообще считаю, что я за здравый смысл в данном случае. Здравый смысл подсказывает, что на Украину не надо было нападать. Блин, меня испанец... Испанец заберет... Ой, а что, какая большая честь. Я же должен его обвинить сразу. Испанец сейчас заберет у меня руинку. Осудить должен сразу. Первые десять цивилизаций встреченных я должен осуждать. 110. Так, видно ли мне его... Я тут закрываю своей рожей. Да, блин, религия... Вот поселенец. Ну, не видно лаяльность, так что надеюсь, что он где-нибудь далековато отсюда все-таки. Жалко, руинку заберет. Надо ли мне горное дело вообще здесь? Ну, наверное, все равно надо. Откроем. Так вот, вдруг кто-то не видел... Так, господи, опять я там камеру еще... Вдруг кто-то не видел. Я сделал видео «Нет войне». И моя позиция в этом вопросе такая, что Россия напала на Украину без всяких целей, как бы мне ни говорили о том, что НАТО окружает Россию и так далее. Я просто проговариваю, я не хочу сейчас спорить, я просто проговариваю свою позицию, чтобы кто еще... Странно, о чем мне взял. Кто еще надеялся, что я поддерживаю Россию, еще раз это повторяю. Я во всем этом поддерживаю Украину. Я считаю, что Россия должна вывести свои войска и заплатить украинцам за то, что они уничтожают ее города и убивают мирных жителей. Еще раз это проговариваю, я даже сделал отдельное видео «Нет войне» несколько дней назад, 4 уже, наверное, или 5, чтобы, в общем-то, мои зрители и подписчики, которые со мной в этом вопросе не согласны, отписались. Потому что здесь, как мне кажется, какого-то компромисса и неоднозначности быть не может. Я не очень представляю, как люди с настолько разными взглядами на эту ситуацию могут вместе существовать. То есть, как я могу для вас что-то делать, имею в виду контент и записывать видео, и, соответственно, как вы можете его смотреть при этом. Не очень себе представляю. Так что давайте будем честны, просто друг с дружкой. И мирно расстанемся, если вдруг еще кто-то до сих пор из поклонников этого подхода меня смотрит. Так вот, у меня зрители из России, ну, по статье, я взял статистику всю за 2021 год, за 2021 год, было в районе 62%, и плюс можно, наверное, добавить зрителей из Беларуси, которых в районе 5% было. В Беларуси, правда, ничего из этого не забанено, но мне кажется, что это вопрос времени. На самом деле, потому что Беларусь тут выступает полностью как сателлит России, я бы даже сказал, как оккупированное государство. Поэтому все санкции, наложенные на Россию, рано или поздно догонят и Беларусь. Так что будем считать, что у меня 67% зрителей, которые не приносят мне доход, глядя рекламу в Ютьюбе, и не могут уже быть спонсорами канала. Ну, предположим, ну вот у меня после этого видео нет войны, где-то в районе 2000 подписалось. Не знаю, ну давай так, предположим, что у меня 20% ушло бы и так, и так, даже если бы Ютьюб этого ничего не отменял, ушло бы 20% и так, которые поддерживают эту войну. Ну, я знаю, что опросы говорят в России другое, но у меня все-таки зритель более умный, образованный, и немножко по-другому это все воспринимает. У меня вот по ощущению, что где-то 20% от зрителей были за войну. Предположим, 20% ушло. Но в любом случае, если бы они даже не уходили, то я лишаюсь 67% дохода от канала. И тратить столько же времени, как я до этого тратил на создание контента для этого канала, я уже таким образом просто не смогу. Я думаю, это понятно. Тем более, да вот даже если бы только рекламу отключили, это еще можно было бы терпимо, для меня было бы терпимо, потому что я большую часть денег с Ютьюба получал именно за счет спонсоров. Я поэтому не зря говорил, что именно благодаря спонсорству канала у меня и появляется желание вообще делать видео, записывать и как-то все больше и больше контента делать. То есть, это вот идея с сериалами, то, что для спонсоров они сразу выкладываются, например. Я думаю, это всем вам тоже понятно и очевидно. Так вот у нас тут испанские города, мне куда-то вот сюда надо бы, несомненно, попытаться влезть. Только, конечно, минус 2, но я думаю, за счет столицы мы это вытерпим. То есть, мне надо куда-то сюда и сюда точно город ставить. Точно ставить. Ну, давайте, наверное, вот прям конкретно сюда я отмечу. Прям вот сюда будем. 3 и, наверное, на болото тогда вот это. Хотя, болото жалко, честно говоря. Ладно, давайте, наверное, сюда. Блин, вот сюда плохо. А с другой стороны тут уже и не влазит тогда другой. Да, можно сюда, потому что там уже не влезет из-за Йоханнесбурга ничего. В любом случае, ставил бы я сюда, то все, раз, два, три, тут Йоханнесбург стоит. Тут испанец стоит. Так, я бы тут как-то, наверное, следил за... Возможно... Ух ты, дуболомы прутся. Так, ребята, я вот тут зря, короче, с вами разговаривал и развился, как будто я фэфашку сетевую играю. А меня сейчас придут больно бить. Я вот прям вижу вот эту. Нет, пока не идет. Ладно, пока живем. Так, сандок. Никакой большой чести, мы должны же им всем объявлять... А, при этом еще ход идет. Осуждать должны. Осуждать. Мадрид красивый. В всяком случае, точно лучше, чем у меня. Я бы тут стоял, смотрел, как тут юниты ходят. Испанские. Блин, ну мне сто процентов надо юниты построить, черт. Я тупанул, видите, я с вами начал разговаривать. Мне надо было не скаутов строить, а дуболомов. Скауты тут вообще не в тему. Так, а лучники Марьяны требуют лошади? Я не помню, ничего не требуют, да? Так, ну мне надо в них, наверное, выйти тогда. Причем они на этой местности будут неплохо работать. Надо их открыть, 9 ходов, иначе у нас будут большие проблемы. Так вот, любимые зрители. В такое время, конечно, обращаться за тем, за дополнительными деньгами от вас, ну, я бы постеснялся, честно говоря. Тем более, что я-то не в России, не в Белоруссии, не в Украине, а в Калифорнии. Тут я от голода точно не умру. Меня никто бомбить не будет. Ну, хотя, мало ли, у чувака совсем, если фляга протечет, за ядерные ракеты возьмется тогда, и меня тут, наверное, накроют. Ну, накроют всех тогда уже, и обсуждать нечего будет. Но, в принципе, я не пропаду без денег от YouTube-канала. Но я также понимаю, что для многих из вас важно, важно, чтобы эти видео выходили. Я не преувеличиваю какую-то свою значимость для этого мира, и вообще... Но я также знаю, сколько у меня зрителей, и сколько из вас хочет все равно смотреть Циву, что бы ни происходило. Но я по себе, я знаю, что я хочу смотреть вместо... вместо войны. Я знаю, что я хочу делать, и... Мне было бы... Я задумался, стоит ли мне поселенца, или... Наверное, все-таки сначала поселенца. Я вообще не займу эти места, но это, конечно, сейчас я очень рискую. Просто, блин, офигительно рискую. Я знаю, что мне не хотелось бы, что уходило из... Что бы могло уйти из моей жизни, какие интересности, скажем так. Но вы... Ну, по-моему, это очевидно, что я не могу продолжить... Создавать контент в том же объеме, какой был до этого. Я вспоминаю, вот, как было первые два года создания канала, когда я с него вообще ничего не получал. Как я делал там... Ну, наверное, раз в месяц у меня выходили видео, и это были просто какие-то обзоры. Даже не какие-то ФФА-сериалы. Блин, я бы, наверное, тут остался стоять. На всякий пожарный. Мне страшно юниты отводить далеко, потому что я вот уверен, что испанец вот прям... Вот еще чуть-чуть и нападет на меня. Особенно, когда я тут города поставлю. Так вот, чтобы дольше не рассусоливать, в общем-то, какие есть варианты? Понятно, что россияне мне уже никак... Ничего перевести нем... Ой, блин, македонский еще в соседях. Вот это... Вот это, конечно... Испания-то ладно. Блин, мне, кстати, бы не помешало с кем-нибудь воевать, потому что когда ты с кем-то воюешь, у македонского как раз к тебе лучшее отношение. Да, ну-ка. Я тут вообще где-то могу еще поставить. Так, тут понятно, тут понятно. Мне где-то вот тут надо будет еще город придумать. Блин, а может мне как-то ускорить по рейсу? Нет, все равно три хода. Да, тут вообще-то тяжело. Вот я ошибся, ребята, строя... Скаутов вместо дуболомов. Ну, тут пока только два дуболома испанских. Это... Это терпимо. О, руинку. Вторую только нашел. Только вторая руинка. Так. Колесо. Мастерство, наверное, стоит... Следующий. Так, а что я следующее обработаю? Я обработал лошадей, пшеницу. Мне третью клетку надо обработать. И это, наверное... Наверное, вот сюда шахту поставлю. Давайте на один ход пока международную торговлю отменю. Так вот, я в первую очередь обращаюсь к... Людям из-за рубежа. Как минимум у меня процентов 30. Я не знаю. Там, конечно, есть и Казахстан. Но все равно основные зрители у меня были Россия, Украина и Беларусь. Ну, да, Украина еще, наверное, процентов 13 будет. То есть, из-за рубежа, считайте, где-то процентов 20 у меня, наверное, зрителей. И, собственно, они в лучшем финансовом положении, чем кто-либо. Я не прошу, естественно, компенсировать меня полностью, чтобы... Это очевидно. Сейчас весь мир, в общем-то, будет со сложностями находиться в сложном положении. Я уж молчу о том, что самые большие проблемы в Украине будут. Поэтому, в первую очередь, если у вас есть деньги, пожалуйста, помогите украинцам. Переведите... Я уверен, что в каждой стране сейчас есть какой-то благотворительный фонд, который собирает средства на помощь Украине. Там, например, Мила Кунис со своим мужем, этим Эштоном Качером, уже 35 миллионов долларов собрали. Но, если вы все-таки хотите, чтобы я пытался остаться на том же уровне создания контента, то мне требуется тоже помощь. Но, еще раз повторю, при этом я точно с голода не умру. Я тут, в Калифорнии, могу найти себе другое, дополнительную возможность заработка. Но тогда, к сожалению, интенсивность контента для этого канала упадет. По той простой причине, что... Ну, просто это вопрос времени. Да, вы даже видели, что вот последний этот месяц было мало видео, потому что я на своем личном канале, который Алексей Халецкий, каждый день делал стримы, так называемые... Как мы их называли... Сеансы коллективной психотерапии. Для людей, для которых начало этой войны было шоком. То есть, я не психолог, если что, на всякие пожарные. Мы просто вот вместе собирались, общались, там, голосом обсуждали, что происходит. Такой, опять же, коллективный дум-скроллинг, и нам становилось лучше. Но, раз я делаю то, то у меня уже нет времени, возможностей и сил делать еще что-то. Понятно, что для меня вот этот канал самая лучшая придумка в моей жизни, потому что мне всегда нравились глобальные пошаговые стратегии, а то, что я смог о них рассказывать, а потом еще и смог на этом неплохо в моем представлении зарабатывать. По холмам, наверное. Тут лесов-то еще особо и нету. Фак! Черт, он что, прям тут и поставит? Ну, это же жопа будет вообще. Черт. Знаете, пойду, наверное, вот так пока. Блин, я что-то вообще пропустил, как он туда пролез. Блин, вот этот клан надо еще и убивать. Так, а сколько у нас? Копейщика за 76. Давайте, наверное, куплю копейщика, пускай будет. Или, блин. Блин, у испанцев одни дуболомы. Копейщики против дуболомов вообще как-то... Не фонтан. Так, мастерство дооткрываем. Надо прачников строить. Блин. Короче, вы знаете, тяжеловато все-таки и... Вот максимально упыторжно поставлен город. Просто максимально через жопу. Ну, наверное, тогда на цитрусовые поставлю. А здесь вообще уже не влазит, да? О, тварь испанская. Ну, тут придется где-то ставить потом на серые клетки. Пока здесь поставлю. Или все-таки тогда не на цитрусовые... Блин, а если не на цитрусовые выше, то тут хреновый город влазит. Раз, два, три. Если так, то... Ну, и так хреновый. Шерт побери. Ну, с испанцем, очевидно, нам надо будет воевать. Просто очевидно. Рудник для добычи ресурсов я никак не могу построить. То есть, я даже... Я просто подумаю, надо ли мне откладывать. Но я вообще не вижу ни одного. Ну, хотя железо... Но железо... Железо еще открывать надо. То есть, мне надо впрямую у этого лучников Марьяну выходить. Ладно, я бы, наверное, тут все-таки поставил город. Я надеюсь, Толедо мы заберем на колесницах Марьяну. Хочется верить. О, какая-то ГГшка религиозная. Ереван. Политическую философию ускорили. Колесницу хочет? Тяжелую... Нет, тяжелую не буду. Подожди, а Марьяну это разве не тяжелая колесница? Это же считается вроде как тяжелая. Нет, отдельно. Тяжелая отдельно, Марьяну отдельно. Ну что? 285 силы. У меня 40. Я ставлю что за следующий ход, возможно, или через ход. Испанец мне объявит войну. Так сказать, захочет провести специальную операцию. По принуждению к миру. Ну я затупил, но не надо было мне скаутов строить, ребят. Да. Ошибка. И так никогда не делайте. Я думаю, что следующим ходом войну объявят. Надо бы скаутов возвращать. Так, плюс 50% к созданию юнитов. Против варваров не надо. Сколько у меня веры? 9. Ну а пока, стоя, нам пантеон надо принять. Так, стоим, наверное, тут пока внутри. Скаута этого вернуть надо как-то тоже на родину. Большой бассейн. Ну давайте пока международную торговлю открыть. Я думаю, сейчас объявит испанец войну. Давайте смотреть. Нет, обратно отошел. Удивительно, иногда вещи происходят. Блин, даже тут уже минус 4. Потому что ракедет хреново растет. Так, я вот эту клетку сразу выкупил на всякий пожар. Сколько у меня? 125. Блин, или на юниты оставить. С другой стороны, я не буду прачников апать в лучников. Я буду сразу колесницы Марьян устроить. Сколько у нас один ход остался? А они стреляющим считаются юнитом, да? Дальнобойность. То есть на них карточка будет действовать. Ну зашибись. Так, пока монумент. Ну, отсутствие производства просто ужасающее у меня. Место, конечно, старта вот... Это вот типичное место старта Египта. Вот такое говно. Ну, как тут играть, вообще непонятно. Где вот тут нормальные мне города? Мне реально надо просто тупо воевать с испанцем. Пытаться этот Оледо захватывать и оставлять себе. Просто я все надеюсь, что он мне объявит войну, потому что проблема в том, оказывается, в шестой циве, что чем... Если ты объявляешь войну, то компьютер, несмотря на всю свою мощь, начинает тебя бояться с какого-то фига. И очень странно использует юниты. Очень странно. Он реально не хочет мне войну объявлять. Сила уже почти 300. Вот у него там 300, это что вообще? Какие он юниты там настроил? Это же у Александра 107. Я, конечно, прик... Блин, тут может убить этот копеечек лучше так. Это, конечно, прикол. Со стороны Александра. Блин, нуждается в удовольствии. Ну, я бы, наверное... Так, колесницу мы открыли. Давайте орошение. Я бы, наверное, все-таки эти деньги потратил на покупку рабочего, чтобы обработать цитрусовые и хлопок. Потому что за счет несчастья... То есть, это лояльность минус 3. Это, видите, минус 3 из которых чисто из-за несчастья. Если счастье вернется, то и лояльность не будет так падать. Да. Проблемка. Проблемка. Так вот, я прошу у тех людей, у которых есть лишние средства, и которые хотят, чтобы я продолжал делать видео в том же объеме, для которых это тоже важно. Попрошу помочь мне. И тут, в общем-то, два варианта. Либо вы в спонсорстве переходите на более высокий уровень. Если вы увидите, то в спонсорстве есть несколько уровней, которые отличаются стоимостью. Либо вы через PayPal переводите мне какую-то сумму. Ссылка на мой PayPal в описании есть сверху. Так же, как и ссылка на спонсорство канала. И в прикрепленном комментарии тоже PayPal и спонсорство. Я знаю, что многие россияне захотят мне сказать, что, мол, появились другие возможности в России. Там какие-то бусти, например. Еще там что-то. Но. Так, подождите. Я хочу сначала себе пантеон выбрать. На болотах, азисах и поймах рек в пустыне. Кстати, а где моя пустыня? Почему нету пустыни? Ну, это просто поймы рек. Это не в пустыне. От лагерей, от кромлихов, от плантаций. Ну, плантации как минимум 4 штучки тут у нас есть, да? Например, на будущее. Потрясающий престиж, возможно, кстати. Нет, престиж хреновый. Это из-за пойм. Поймы снижают. Ну, наверное, плантации стоит брать. Что у нас еще? Никакое... Все соседство разобрано. Да, наверное, от плантации редких и бонусных ресурсов нету нифига. Улучшенный стратегический ресурс только лошади одни. Ну, я бы плантации все-таки брал. Хотя, в данном случае, такой уже так себе пантеончик. Уже две религии основаны. Так. Равнина. А какая сила у колесниц Марьяна у нас? Плюс 35 в дальнем бою, а у лучников 25. Ну, в принципе, несколько колесниц Толеда-то должно взяться. Так, давайте я тут постою. Подожду варваров. Сейчас я уже не особо боюсь испанца. Если он даже решит напасть, то хоть какая-то армия у меня есть. Так, 10 ходов. Я построю колесницу, это плюс 4. И я открыл уже сфинкса. Тоже плюс 4. Мне еще 4 очка надо будет где-то взять. Надо подумать. Россияне могут мне сказать, что у них появились какие-то новые сервисы, через которые тоже можно попробовать собирать деньги. Но тут две проблемы. Во-первых, фиг знает, смогу ли я оттуда вывести деньги. То есть, у меня, в принципе, есть еще те же WebMoney и Яндекс.Деньги бывшие, которые сейчас как там Юла называются или как. То есть, там у меня тоже есть. Но мы уверены в том, что я смогу оттуда вывести деньги за рубеж. В этом надо быть уверенным 100%. А то получится и вы деньги потратите, и я не получу. И они зависнут просто в нигде. В лимбо каком-то. Ну и тем более, я бы всем этим новым сервисам не доверял. Ну а во-вторых, что самое главное, все эти деньги через налоги пойдут, получается, нынешнему правительству Российской Федерации. И получится, что я через налоги спонсирую войну в Украине. А зачем мне это надо? Мне это не надо. Я не хочу вашими и своими деньгами помогать убивать украинцев. Я думаю, вам это тоже понятно. Поэтому проводить какие-либо транзакции через российские сервисы я не хочу. Я вообще сейчас максимально буду уходить из любых российских сервисов, которые относятся к российскому правительству, типа ВКонтакте. Ну, хотел сказать, одноклассники, но я там и не был, в общем-то. Это тоже, думаю, понятно. Есть какие-то варианты через Телеграм, но с Телеграмом тоже неизвестно. Я еще не разбирался, к кому он относится. Может, Телеграм тоже налоги платит в Российской Федерации. Зачем мне помогать? То есть, из того, что я исследовал, вот варианты само спонсорства на YouTube и просто напрямую через PayPal. Ну, есть еще Patreon, но это, собственно, та же самая фигня. То есть, вы все равно из России туда ничего не отправите, а из-за рубежа те же самые денежные переводы, что я вам сейчас говорю. Но при этом, почему я вообще PayPal предлагаю? Потому что что спонсорство, что Patreon – это определенный процент этим сервисам. Кто не знал, например, YouTube забирает себе… Ну, там зависит от рекламы, он забирает себе что-то в районе 60%, от спонсорства, по-моему, 40%, но потом еще партнерская программа моя забирает, потом еще за перевод мне денег идет, какой-то там 2%, например. То есть, грубо говоря, от того, что вы платите за спонсорство на YouTube, я получаю в районе 40-35% в итоге от вас, чтобы вы понимали. Поэтому, конечно, круто, если вы перейдете на уровень выше, но, по-моему, и мне, и вам было бы удобнее, чтобы вы это просто перевели через PayPal, если, конечно, вы решите подобное сделать. Несомненно, мне надо бы и отчитаться будет за ваши переводы денег и показать, сколько вы мне переводите, а то я… Знаете, переведут мне миллион долларов, так, господи, что я туда все смотрю, вот у меня камера, переведут мне миллион долларов, я скажу, а не буду я вам видюшки делать, пойду куплю себе Ferrari, Ferrari стоит миллион долларов, наверное, стоит дешевле, да? Куплю себе Ferrari и буду разъезжать по Калифорнии и хохотать, да? Продолжу лучников на колесницах, Marianne устроить. Кроме того, возможно, среди зрителей кто-то хочет как-то просто спонсировать ради рекламы какой-то, хотя я сейчас не представляю, что можно рекламировать русскоязычному человеку. Что сейчас можно в России рекламировать, например, или в Украине, или в Беларуси, ну, то есть для русскоязычного зрителя? Только какие-то успокаивающие вещи, типа, ну, валерьянки, наверное. Я даже про бояршники даже не хочу шутить, честно говоря. Так настолько у нас все замечательно сейчас идет. Но, тем не менее, вдруг есть какие-то спонсоры, которые захотят именно как рекламу какую-то сделать, у меня аудитория взрослая, школьников у меня всегда было меньше 3%, например. Самое большое количество у меня от 24 до 35 лет зрителей. И это платежеспособные, образованные, умные люди. Не знаю, правда, все равно, что сейчас можно рекламировать, тем не менее. Тем не менее. Если вы будете что-то переводить через PayPal, то обязательно там оставляйте сообщение. Я, может, отдельно сделаю видео, зачитывая ваши сообщения через PayPal. Почему нет? Мне предложили на том моем канале делать видео «Леша банит». Можно, знаете, совместно. Леша банит, и Леша зачитывает донаты такие. Так вот, я к тому, что Patreon, что спонсорка YouTube будут себе процент какой-то брать. PayPal, конечно, тоже какой-то процент, но это все равно минимальный процент чисто за перевод. Потому что и с Patreon, и с YouTube я все равно заплачу процент за перевод на PayPal в любом случае. Возможно, еще кто-то в комментариях предложит какой-то еще вариант удобный для меня. Но я опять напомню, что я нахожусь в Калифорнии. То есть, всякие российские сервисы, куда вы могли бы переводить деньги, мне, во-первых, повторю еще раз, мне оттуда не вывезти ничего, а во-вторых, мы там, получается, заплатим налог в бюджет России, откуда деньги возьмутся на покупку, на создание вооружения, для того, чтобы пойти убивать еще больше украинцев. Я не хочу, и я, кстати, в этом плане полностью поддерживаю решение YouTube убрать всю монетизацию в России, пускай, да, типа я пострадал, но это та вещь, которая поможет в какой-то мере остановить войну. Потому что нету монетизации, нету налогов в бюджет России. Не поступают деньги через российских пользователей в YouTube. YouTube, Google эти налоги платит меньше. Так что я готов в этом плане страдать. Так, подготовка юнитов, наверное, оставим. А вот это можно поменять чисто, наверное, на производство. Так, наверное, стоит открыть стрельбу из лука. Все-таки зря я письменность открываю. Во-вторых, я хотел купить рабочего, чтобы здесь счастье поднять. Ну и поехали, наверное, бомбить Толеда. Где вы были 8 лет, пока бомбили Толеда? Поделитесь. Информация, это, конечно, уже... Ладно, я не буду опять это сваливать. Да, опять хотел сказать сваливаться в политику. Но, ребята, это политика, которая повлияла на все наши жизни. То есть до сих пор еще есть среди моих зрителей те, кто считает, что вот это все обсуждать — это сваливание в политику. И что на игровом канале этого не должно быть. Вот как я могу это не обсуждать, если он, например, влияет на создание контента для этого игрового канала? А тем более, что у нас еще такой канал, посвященный глобальным пошаговым стратегиям. То есть мы, в принципе, наверное, люди, которые здесь собираются, пытаются что-то просчитывать вперед. Вперед! Так, что-то меня тут скорее варвары мутузят, а не... А не испанец. Представляете, всего же 90 сил, а у него 300. Охренеть. Так, подождите, а эти... Просто плюс 4 к перемещению, и он сильно бьет еще, да. Ну, в принципе, Толедо, если я сейчас не буду так долго тити мять, то должен взять. Сейчас мы еще несколько... Потому что меня вот эти варвары, на самом деле, больше беспокоят. Так, наконец-то счастье появится сейчас хоть немножко. Точнее, уйдет недовольство. Да, видите, уже плюс 1,3. Вот чисто из-за отсутствия счастья очень страдала лояльность. Так, 58 денег. Не буду покупать. Я лучше похороню на ап... На ап прачников в лучников. Я вот думаю, мне колесницами бежать сразу к городу. Обстреливать. Или дуболомов. По идее, мне кажется, мне надо будет одного Марьяну сюда, другого сюда. Дуболома сюда. И третий уже к этому моменту появится, наверное. Да. Так, ну я, в общем-то, все, что хотел, я сказал. То есть, я буду стараться, ну, как минимум в марте пытаться, остаток марта, пытаться также публиковать, как я и делал до этого. Но мне уже очевидно, что я процентов на 70 меньше получу дохода, чем это было в феврале. Понятное дело, просто потому что... Ну, кто-то... Кстати, вот спонсорство отменили где-то в районе 5 марта, что ли. То есть, те, кто в начале марта продлил спонсорство, они еще на коне. Они еще до апреля. Нормально. Я имею в виду те, кто из России был. Ну, я, кстати, я еще не знаю, вот какой статистики нету, так я не знаю, какой у меня процент спонсоров откуда. Ну, по логике, по идее, мне кажется, что должно быть абсолютно такая же прямая зависимость от зрителей. То есть, почему спонсоров должно быть не 60... Сколько я там сказал? Не 63% из России, как и зрителей просто. Я думаю, их просто 63%. Так, убьют ли мне разведчика, если я его тут оставлю? Как вы думаете? Нет, не убьют. Этот не сможет про... Только один проатакует, так что он... Один ход он выстоит точно. Еще раз повторюсь. Понятно, что компенсировать полностью все потери и не получится. Я на это и не рассчитываю. Хотя бы... Не знаю, это же... Хотя бы 30% что ли из того, что есть. И я не знаю, как мы дальше будем, чтобы каждый месяц это объявлять. Поэтому и хотелось бы какого-то рекламного постоянного контракта или такого постоянного спонсорства, чтобы я продолжал просто выпускать в том же виде видео, как я и делал. Единственное, еще уточню, то есть я никакую фигню не буду рекламировать, потому что ко мне, например, и МММ обращались, и казино обращались. То есть вот такую чушь, как бы то ни было... Естественно, идутся люди, которые напишут, ой, от всех... Тебе деньги предлагают, а ты отказываешься. Ну, как вы понимаете, совесть не продается. То есть я не буду говорить, в течение даже так скажу, не буду молчать, когда убивают людей. И не буду рекламировать то, что противоречит моим взглядам. Слишком гордый, да? Нет, чтобы взять деньги и заткнуться. Выделывается еще что-то. Выбирает себе. Выкабенивается. Играй в игрушки, Леша, как мне напишут. Ну, я надеюсь, уже эти люди ушли. Не знаю, там... Если все еще... Если вы все еще считаете, что я не разбираюсь в политике, поэтому я должен заткнуться. Что... Ну, давайте... Нет, давайте просто идут мимо, я его обману, сам буду объявлять войну. Потому что если объявление войны, он меня проатакует. Нафиг мне это надо. Так, вот тут дубал... Ну, кстати, это неплохо. Он через речку очень хрен, он, скорее всего, на Мемфис, правда, пойдет. Ну, ладно, посмотрим. В любом случае... В смысле, я не осудил? Да ё-моё! То есть, вот прямо сейчас закончилось осуждение, когда я собирался объявлять войну. Это, конечно, прикол. Меня вообще прикалывает. У чувака три старые, самая большая армия из священных всех. Я его осудил, и он мне все равно войну не объявляет. Ну, что такое? Почему я ему должен войну объявлять? Ну... Внезапная война. Зато это улучшит отношение с Александром, как ни странно. Давайте посмотрим, сколько... Ученики Марьяну... Слушайте, а может мне тогда тут постоять? Вот сюда мне вот так прыгнуть коляской этой? Так, этими мы апаемся. Ну, дуболом, мне все равно сюда надо идти. Или постоять. Я следующим ходом точно Толедо не сниму, чтобы его забрать. А тут я хоть не даю подойти. А, ну, давайте так. Сейчас сюда встану. Убьют. Давайте сюда тогда. Так, этого тоже апну. И... Наверное, сюда отойду. Так, мне надо сфинкса поставить. Хотя, слушайте, два хода осталось. Я ж не выйду в золотой век явно. Я ж явно в золотой век не... Продолжу колес... Ученики на колесницах. Письменность, обработка, брон... Ладно, письменность. Да, открываю. Что у меня сейчас с железа вообще? Вообще бессмысленно. Тут проблема с Толедо, что оно лечиться будет каждый ход. О, так оно полностью и вылечилось, да? Зашибись. Так, тут так, так. Так. Ой-ой-ой. Сюда подходим, а то всем грустненько будет. Но нету смысла уровень давать этой колеснице, потому что... Этот уровень никак не улучшает обстрел. Мне нужен кто-то на этом берегу, чтобы осаждать город. То есть тут можно встать, мне кто-то тут нужен, а не получится. Из-за... Из-за реки не будет считаться. Так. Этот идет цитрусовые грабить. Ну, эти пока просто поддержим в городе. Рабочего. Не, ну вообще, конечно... Это хорошо, что у меня хоть какие-то уникальные юниты в начале есть, которые сильно бьют. Хоть что-то могу делать. Блин, тут слишком хорошо... Ну, мне похоже, у меня начало уничтожать армию испанца. Толеда... Толеда не строит стены. Блин. А не поломала, кстати. Не поломала плантацию. Отлично. Так, ну давайте тогда... Тогда тут уровень все-таки возьмем. Тут обстреливаю этого, потому что он стоит на болоте. Ах, чуть-чуть не хватило. Могу сюда встать и обстрелять, и лучником обстрелять. Ну, блин, и дуболомы тут... Ну ладно, два дуболома столицу не возьмут. Я даже вот так скорее сделаю. Стреляю поэтому, а не поэтому, потому что этот стоит на территорию, которую тяжело пробить. Холмы и лес. Так, скаут он вроде не должен убить. Стоим, ждем пока. Продолжаем колесницы. У меня плюс три по деньгам. Пока содержание есть. Вообще можно будет открыть... Раннюю империю и поставить... А, блин, не тут содержание. Вот тут у нас воинской повинности содержание. Ну, у меня нет другого выхода, кроме как забирать города испанцев. Потому что я не могу ставить города. Они у меня будут по лояльности отваливаться иначе. Потому что компьютер лучше развивается. И у меня плюс, что есть такой начальный юнит. Ну, традиционно, выход в следующую эпоху заканчивает видео. Давайте я... Нет, скаута, нет! Я думал, он его не убьет. Но это нечестно. Просто нечестно. Давайте подведу, ребята. Значит, мудрые действия правительства Российской Федерации снизили доход моего канала практически на 70%. Меня это расстраивает намного меньше, чем то, что при этом убивают украинцев. И мне бы хотелось, чтобы эта вся фигня закончилась в первую очередь, чтобы украинцы могли жить так, как им хочется, а не так, как хочется их соседям. Но это означает, что мне придется заниматься чем-то другим, а не созданием контента для канала. И чтобы это не произошло, я обращаюсь к своим зрителям, которые могут это сделать. Либо перейти на уровень выше в спонсорстве канала, либо, что еще лучше, через PayPal какую-то сумму мне передать. Обязательно с сообщением, потому что я буду перед вами отчитываться, сколько вы мне звонких пиастров накидали. Мол, накидали, делаем дальше. Я не знаю, как мне, например, создать где-нибудь ползунок по сбору средств. Потому что тот же донейшн-алерт, через который я когда-то донаты собирал, он, походу, тоже российский. Я фиг знает, как они там будут передавать, что куда. Не хотелось бы проверить. Я просто не хотелось бы, чтобы где-то деньги зависли. И вы вроде поучаствовали, и я не получил. И оно все неизвестно где. Ну и кроме того, опять же повторю, это все равно процент за перевод. Это все равно процент за перевод будет. Лучше всего, если, конечно, в этом будут участвовать зарубежные мои зрители, то есть из стран зарубежья, потому что очевидно, что у людей в Беларуси, России и Украине сейчас совершенно другие финансовые проблемы, чем у нас с вами. Но, тем не менее, я обращаюсь к вам за помощью, потому что иначе я в любом случае снижу свое... свое создание видео. Просто потому что мне придется заниматься чем-то другим. Не хотелось бы. Мне всегда и в игрушки играть нравилось, и видео создавать нравилось. Мне почему-то кажется, что у меня это получается. Все. Еще раз, ссылка на мой PayPal и на спонсорство канала в описании, в прикрепленном комментарии. Спасибо, что смотрите. А, ну и да. Хотите ли вы продолжение этого... вот этого начального сериала, как у нас тут получилось на божестве за Египет? Об этом тоже в комментариях пишите. И... Посмотрим, что я смогу сделать. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео.